Добрый день, сегодня 02.07.2017 года. Я вот хотел бы несколько резюмировать вот этот вопрос относительно Навального, Чуббаса и прочего. Вот видите, как бы ситуация, ну она как бы подтвердила предположение Михеева, что какой-то Сергей, политолог, что какой-то вот критики такой глобальной на Чуббасе не будет. Поэтому я как бы не встречал вот такое, знаете, вот последовательное разложение Чуббаса вообще по всем моментам, по наступлению вот этой коммуниздии, по заполнению коммунистами запруживание всех государственных органов, по тому, как они заполонили все сферы бизнеса, потому как за ними тащится и Джугашвилищина, которую они потихонечку финансируют, которые не слазят с наших колонналах на, хотя бы взять канал Соловьева и другие наши прокоммунистические каналы, которые потихонечку вещают, коммунизм хорошо, коммунизм слава. Вот. И вот эта раковая опухоль на пользу России – это неизбежность. Вот. И это вот, вот это. Израильская разведка представитель тут, ну, как бы тоже нам, что неизбежно, вот, ну, должна была раковая опухоль поразить Россию. Это выход, так сказать, из кризиса. Это на пользу же России. Вот. Ну, я думаю, что, как бы, все, кто объективно мыслит, кто взглянет, вот, оценит эти факты, не может не увидеть очевидность и правдивость того, что мы, как бы, излагаем. Но я не встречал такую точку зрения, ну, в общем-то, нигде. Вот так вот, изложенную, последовательно, разложенную, вот, может быть, где-то что-то есть. Вот. Поэтому вот сейчас мы в свое время и в Конгрессе, когда я работал даже по приглашению в Конгрессе русских общин, мы очень старались привлечь, когда мы убеждали, что в нашу военку уничтожают враги, вот, вроде господина Чубайса, коммунисты, которым ничего не жалко из того, что... Они же ничего не создают, Чубайса. Никогда не создавал ни забора, ни корову не доил, ничего. Поэтому они с легкостью рушат все, что нажито Россией непосильным трудом. Мы имели 20 тысяч боевых зарядов ядерных. Сегодня мало что от этого стало. Мы имели 60 тысяч танков, пусть бы они были старенькие, это громадная сила. Это мало что осталось. Вы будете работать много, упорно. Они все изнахратят, и свинячат, испоганят, сбросят в мусорную свалку. Поэтому я думаю, что сейчас мы хотели вовлечь молодежь, но у нас ничего не получилось. Наша молодежь узкая сказала, мы будем игры проходить, сессии американские нам придумали. И я не против того, что люди развлечься, неправильно посвящать, поверьте, уходить в какую-то выдуманную реальность и совершенно оттрекаться от жизни. Потому что жизнь интересна, если к ней подойти по-новому, а не совкаминности. И вот, естественно, что у меня очень опасение, что вот эта масса молодежи, которая, я уверен, очень значительная, не ради бабла, она уйдет куда-то не туда. Что усилия ваши, что порыв ваш будет истрачен, не спущен унитаз. И, ну, по крайней мере, об этом все говорят факты. И я как бы, что хотел обратить внимание. Возможно, вот мы можем, невозможно, даже необходимо, чтобы мы этот процесс, чтобы нашу молодежь куда-то увели там в сторону, мы совершим очень большую глупость. Поэтому я надеюсь, не хотите этого процесса, хотите вот, чтобы как-то этому противодействовать. Я говорю прямо, ну вот возьмите вот эти ссылки, вот этим разошлите. И я смею уверить в вас, смею уверить в вас на сто процентов, что результат обязательно будет. И, наверное, у нас отрыв какой-то вот сейчас, который собирается сделать чуть бы сенавальной, молодежь и людей более старших, более опытных, которые видели их деятельность, их работу, разобщить. Это, если вы пойдете таким молодым косяком, то вы не придете никуда, потому что у вас нет опыта, вы не отягощены тем опытом, понимаете. Мы не говорим, чтобы вы повторяли наши ошибки. Мы не говорим, чтобы вы следовали косности моего поколения, к сожалению, которые костные, неповоротливые. Оно может быть профессионально, грамотно. Они не, может быть, умеют работать и умеют создавать вещи, которые вы не умеете, понимаете, да? Хотя вот силуяновская политика все делает, чтобы выдавить профессионалов старшего возраста. Ну, какой-то какие-то тайные приказы даются, что вот все эти бизнесменчики советские, они, значит, вот все людей старшего возраста. Ну, это политика международного, поймите, это политика международного валютного фонда. изолировать людей опытных, более старшего возраста, да? И чтобы, ну, они вымерли, а им не платить потом пенсию. Потому что деньги пенсионного фонда, они разворовали, ничего не построили. И я пенсионные реформы тоже коснусь, чего они там. и Кудрин говорит, я вот деньги проел все пенсионного фонда, а вот чем платить пенсии, мы, говорит, не знаем, поэтому надо увеличить там пенсионный возраст и брать у сыновей, у сына запирать деньги и отдавать его отцу. Вот такая замечательная модель господина Кудрина. А я думаю, что надо просто первое мероприятие как по улучшению пенсионной реформы надо господина Кудрина за то, что он нас втравил вот этот кризис международный, который устроил Мэдов, когда он связал нашу экономику, когда он показал себя как не то, что профессионал, а как вообще никто, как какой-то вредитель, будем надеяться, что он вредил несознательно, если сознательно это другое, когда он там засос с ними там целовался, там вот это обнимание было, и когда Медведев его совершенно справедливо уволил, я не знаю, зачем этого человека там тащит вот этого друга, друга Чубайса, друга вот этого Навального, вот это вот та же самая позиция, вот они братаются, ну вот скажем мне, кто-то мой друг, я скажу, кто ты, вот я также хочу сказать, что господин Навальный дружит, ну вот была такая организация Парнас, которая кричала там резать, убивать значит спартанцев Захарченко, вот это вот возглавляет ее господин Мальцев, не знаю, почему его деятельность Стрелков еще высказывал, говорит, что подозрительно, что Кремль, там где-то кто-то соберется, какие-то школьники, они хватают, а господин Мальцев как бы выступает свободно, и вот Навальный там с ним дружит, с господин Касьянов, там вот вся вот эта вот компания, весь этот Калган, я хочу немножко, может быть, я как предположение изложу, ну вы подумайте, может быть, оно стоит и проверить. Дело в том, что может быть Кремль потому этому движению, как бы дает полную дорогу, потому что она полностью под контролем Кремля, а почему она полностью под контролем Кремля, ну это предположение, дело в том, что если вот покопаться в истории, то был такой полковник Мальцев, который в годы войны, сначала он был царский полковник, потом он перекинулся коммунистам, им служила вера и правда, и как и палач Джугашвили и Цевласов, потом они перешли на сторону Гитлера, ну там в Бандеровце, там во Власовце записались, но не важно, куда, какое конкретно там это свинячье подразделение, но тем не менее, что-то мне подсказывает, ну вот такая вот интуитивное чувство, что не потомок ли вот этот Мальцев, вот этого Мальцева, не есть ли между ними какая-то связь, вот, ну вот как бы так, вот на сегодня все.